В республике продолжают решать судьбу печально известного сувар-отеля. Сейчас работы на объекте приостановлены, но они могут возобновиться. Какое будущее ждет долгострой, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Прежние подрядчики рисовали идеальные картины. 9 лет назад, когда в центре города начали возводить фундамент будущего отеля, в эфире телеканалов радиостанций зрителям и слушателям презентовали по-настоящему смелый проект. Категория 5 звезд, более 100 комфортных номеров, кинотеатр и даже ледовая арена. Но в итоге на Чебоксарском заливе успели построить только железобетонный каркас. Реализация данного институционного проекта была начата в 2006 году. Застройщиком выступил ООО «Сувар-отель», генеральным подрядчиком выступал небезызвестный ООО «Волгостроймонтаж». Но в 2008 году работы были приостановлены. Здесь бы уже давно могли появиться свои постояльцы, но пока недостроенное здание облюбовали животные. Причем не раз чебоксарцы здесь замечали и диких зверей, к примеру, лис. Сейчас территория долгостроя обнесена забором, но он не останавливает и любителей экстрима. На этой неделе прямо на шпиль недостроенного отеля забрались так называемые руферы. В этом ролике, который сняли молодые люди, прекрасно видно, как они без труда преодолевают забор, пробираются на стройплощадку, а потом и на крышу. В финале экстрималы достигают самой макушки шпиля, чтобы снять город с высоты птичьего полета. Ну а сейчас долгостроем владеет марийская фирма «Одис Отель». Чтобы здание не рухнуло в целях безопасности, подрядчикам пришлось усиливать железобетонный каркас, бетонировать колонны, демонтировать стены. Эти работы не успели завершить прежние хозяева объекта. В январе 2012 года определился новый застройщик. Это был «Одис Отель», который в 2013 году начал работы, в рамках которых были выполнены забивка свайного поля и монтаж фундаментов, блок секции 4. Но в мае 2014 года работы были вновь приостановлены по причине отсутствия денежных средств. Регион нуждается. Это, прежде всего, отели подобного уровня, они выполняют и представительские функции. Это наша визитная карточка может стать. В правительстве региона признали инвестиционный проект будущего отеля приоритетным. Сейчас застройщики пытаются привлечь кредиты и найти инвестора. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.